Неудобства, которые могут сейчас испытывать рязанские аллергики, связаны с высокой концентрацией в воздухе спор плесени кладоспориума. Основное условие выживания этого грибка – повышенная влажность. А главная опасность кладоспориума – его способность распространяться по воздуху. Волюметрическая ловушка лонзони. Это ловушка, которая фиксирует состав атмосферного воздуха в течение всего вегетационного сезона. Конструктивно она представляет собой воздушную помпу, которая накачивает по естественному потоку воздуха. Она накачивает еще и искусственный поток воздуха с определенной скоростью – 10 литров в минуту. Флюгер ориентирует всасывающие отверстия, через которые проходит весь воздушный аэрозоль. Местом обитания плесневого грибка может стать не только улица, но и дом. Его много в почве. При определенных условиях кладоспориум живет на бетонном покрытии в швах пластиковых окон. В последнее время в обиход вошло такое выражение, как «сикбилдинг синдроме» – синдром больного здания. В помещения, где поселяются плесневые грибы, постоянно болеют люди. Для того, чтобы избавиться от них, важно провести необходимые санитарные мероприятия – масштабную обработку специальными средствами. Из всех зарегистрированных спор грибов, 40% спор в атмосферном воздухе приходится на долю кладоспориума. Надо сказать, что эти грибки обладают уникальными особенностями. Во-первых, они сверхустойчивы. Во-вторых, помимо пользы, они приносят колоссальный вред. Вред именно здоровью человека, потому что вызывают микозы и токсикозы. Эти споры, циркулируя в составе воздушных масс, попадают на слизистые оболочки, и у чувствительных людей вызывают риниты и конъюнктивиты, тем самым маскируются под поленос. На сегодняшний день в одном кубометре воздуха 377 спор кладоспориума. Поэтому, если вы замечаете у себя симптомы аллергии, возможно, причина в этом плесневом грибке. В любом случае, при слезотечении и рините стоит обратиться к врачу. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».